Взаимодействие одноатомные газы Физических соображений уравнения состояния И все термодинамические свойства таких газов мы дальше обсудим Тема наша так и будет называться Уравнение состояния Вандервальса Это простейшее обобщение Уравнение состояния идеального газа На случай взаимодействующих молекул Я напомню, что у вас уравнение состояния идеального газа Выглядит таким образом У вас ПВ равно НТ Теперь, если мы нарисуем Как выглядит взаимодействие между двумя атомами Мы пока будем говорить об одноатомном газе То взаимодействие между двумя атомами Выглядит примерно так Если это расстояние между атомами А здесь потенциал У от Р То где-то вот здесь На величине Р0 У вас потенциал равен нулю На больших расстояниях Он есть притяжение Он дальше падает Как единица на Р в шестой степени А на малых расстояниях Он очень резко растет вверх В этом смысле Атомы ведут себя как твердые шарики Они не проникают друг в друга Ну и поэтому вот это расстояние Р0 Оно порядка удвоенного радиуса атома Удвоенный размер атома Ну вот Значит, в связи с этим возникает следующее Простейшее обобщение Коль скоро молекулы у вас не могут проникать друг в друга То вот объем, заключенный внутри вот этого радиуса Он недоступен для газа Это означает, что у вас вот не весь объем Входит в задачу А часть его недоступна Спрашивается, ну какая это часть? Ну давайте так грубо оценим Значит, объем вот этого Вот этой области Будет 8Р в кубе умножить на 4П на 3 Это есть не что иное, как 8 Я напишу так Объемов молекулы 8 объемов атома 8 атомных объемов ДР размер атома Ну это на 2 атома Поэтому на 1 атом приходится, соответственно, 4В Объема атома Исключаются на 1 атом Если у вас имеется N атомов То тогда Если обозначить эту величину через B Обозначить эту величину через B То тогда У вас из объема Вот из этого Вы должны вычесть Недоступную часть этого объема Которая равна Nb Ну вот это первое простейшее Простейшее обобщение На учет того, что у вас атомы Не могут проникать друг в друга У вас есть недоступная область Значит, чтобы вы понимали Как эта величина ведет себя То вот есть простейший потенциал Модельный Ну он эмпирический, конечно, потенциал Потенциал Ленардо Джонса Ленардо Джонса Он выглядит следующим образом У от R Есть U0 Некоторая А здесь вот такая комбинация R1 поделить на R В степени 12 Минус R2 поделить на R В степени 6 То есть, видите Дальнодействующая часть Она универсальна для всех потенциалов Это единица на R в 6 Значит, если вы Взаимодействие атомов на далеких расстояниях В квантовой механике обсуждали То вы эту зависимость должны были уже получить Вот Ну А на малых расстояниях У него степень, в которой он растет Это единица на R в 12 То есть, видно, что очень сильный рост потенциала Это практически стенка В этом смысле они действительно как бы не сжимаемы Они не проникают друг в друга Ну так вот Вот эту часть мы учли Тем, что мы исключили Часть объема Доступного для молекул Но у нас осталась еще вот эта часть Дальнодействующая На далеких расстояниях Это часть притяжения У меньше 0 Значит, там притяжение Ну поэтому В чем эффект притяжения может быть? Ну вот если вот есть стенка газа То те молекулы, которые находятся возле стенки У них все остальные молекулы Будут с этой стороны И тогда За счет этого притяжения На них действовать будет сила Которая будет уменьшать удар молекулы об стенку Простейший эффект Вот Ну и тогда Значит, поскольку Число ударов в об стенку Пропорционально числу плотности молекул Поскольку, вот видите Давление пропорционально плотности молекул Умножить на температуру Ну здесь она тоже пропорциональна плотности И сила притяжения Она идет от всех молекул Которые в единице объема здесь есть Поэтому эта сила притяжения Уменьшение удара Силы удара Она тоже будет пропорциональна плотности Чем больше здесь у вас молекул Тем сильнее они будут притягивать Величину Ну и поэтому Окончательный Учет всех этих факторов Приводит к тому, что мы должны в давлении Сделать вычитание некоторого фактора Минус Который пропорционален квадрату плотности С каким-то коэффициентом А Коэффициенты А и В Они, конечно, для каждого вещества свои Но это вот такой вид простейшей уравнения Который позволяет нам уже много чего Вычислить Значит, ну, коль скоро мы уравнение написали То теперь Нам бы хорошо Термодинамические функции найти Этого газа Давайте я эту картинку сотру Термодинамические функции Давайте попытаемся Сделать это прямо из этого уравнения Значит, тут у вас температура фигурирует И объем Поэтому давайте мы Будем работать со свободной энергией И напишем, что П давление Это есть Минус ДФ По ДВ И это есть Соответственно НТ Поделить на В Минус НБ Минус Н квадрат на В квадрат На А Ну, а теперь давайте проинтегрируем Это уравнение по объему И тогда мы получим следующее Что Ф Равна Минус НТ Логарифм В Минус НБ Дальше Минус Н квадрат Поделить на В В первой степени На А Так, правильно, да? Дифференцируем будет плюс Еще один минус Да, правильно Ну и сюда мы должны добавить Еще функцию температуры Неизвестную функцию От температуры Которая от давления От объема Простите, уже не зависит Ну, теперь Для определения этой функции Легко сообразить Что если у вас коэффициенты Вот эти В и А равны нулю То вы должны получить Свободную энергию Идеального газа Свободную энергию Идеального газа Ну, поэтому мы можем написать Что Ф Идеального газа Равна Значит, положили равную нулю Здесь будет минус НТ Логарифм В Плюс Ф От Т Ну, а теперь давайте вспомним Как выглядит Свободная энергия Идеального газа Значит, она выглядит Следующим образом Это равно Я прям так напишу Это есть Минус НТ Логарифм В Плюс Нет, тут тоже стоит Минус НТ А здесь стоит Логарифм Вот такой величины Здесь стоит Е Основание натуральных логарифмов Поделить на Н На число частиц И тут стоит МТ На 2П Аж квадрат В степени 3 вторых Вот это и есть Свободная энергия Идеального газа Ну, откуда видно Что у нас Вот эта функция Ф от Т Есть просто Вот эта вот Величина Вот эта вот величина Вот этот логарифм Который идет Просто от Кинетической энергии Газа Ну, и тогда Давайте мы Соберем Все это вместе И тогда Можно написать Что Ф Равна Я просто напишу Что это есть Ф идеальное Плюс Плюс вот эта величина Это есть Ф Идеального газа Который фактически Вот тот фактор Плюс Минус НТ Значит, тут еще остается Вот этот НТ Логарифм В Объединяя его с этим Логарифмом Мы получаем Здесь стоит Логарифм Единица Минус Н плотность Умножить на В Ну, и Минус Н квадрат На В И на А Ну, а Соответственно Ф идеального газа Дается Вот этим выражением Дается Вот этим выражением Ну, теперь Мы можем Отсюда Найти Энтропию Энтропию газа И затем Теплоемкость Посмотрим Как у вас Теплоемкость Меняется Значит, если вы Продифференцируете Энтропия С равняется Минус ДФ По ДТ Ну, и Тогда Здесь у нас Имеет место Следующее Значит Значит, это будет Ф идеальное Это будет Н На логарифм Е В Поделить на Н На МТ На 2П Н Квадрат В степени 3 вторых Так Дальше Тут будет Стоять Плюс Н Логарифм Единица Минус НБ Здесь Этот член Выпадает И еще Остается Продифференцировать Вот этот Логарифм Показатель Вот Зависимость Логарифма От Т Поскольку Это здесь Просто сумма Логарифмов Со своими Знаками То Дифференцировать Надо только Величину Минус Н Т Три Вторых Логарифма Т Под логарифмом Дифференцировать Если вы дифференцируете То вы получаете Если вот здесь Вы напишите Штрих То этот Штрих Равен Просто Минус Н Т Поделить На Т И на Три вторых На три вторых Ну и тогда Видим Следующее Что это просто Будет Сюда Мы должны Добавить Просто Плюс Три вторых Три вторых Н Плюс Три вторых Н И прибавите К Ф То вот этот Член Он у вас Сократится Сократится С Ф идеальным В Ф идеальном Сократится Вот этот Логарифм Сократится С этим Логарифмом Останется У вас Два Члена Один Член Будет Просто Три вторых Н Т А второй Член Вот этот Минус Н Квадрат На В Умножить На А Ну вот Если вы помните В идеальном Газе Вообще Не было Зависимости От объема В энергии Внутренняя энергия Не зависела От объема Здесь У вас Появилась Зависимость От объема Хотя Довольно Слабая Видите Она единица На В При больших Когда объем Большой То у вас Поправка Мала Но тем не менее Зависимость Есть от энергии Дальше Что еще Можно Отсюда Увидеть Да Теперь Если вы считаете Теплоемкость То вы Получаете Что ЦВ Которая Есть ДЕ По ДТ ДЕ При постоянном Объеме Эта величина Есть просто 3 Вторых Н В точности Такая же Теплоемкость Как для идеального Газа То есть Теплоемкость Не изменилась Теплоемкость Осталась Такой же Как в идеальном Газе А изменилось Давление Давление Изменилось У вас Оно стало Другим А теплоемкость Осталась Такая же Как в идеальном Газе Ну и Теперь Понятно Что если У вас Это уравнение Применить К молекулам То здесь У вас появится Кроме Вот этого Множителя У вас появится Еще З От внутренних Степеней Свободы Статсума Которая Будет Такая же Тоже Как 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 В идеальном Газе Поэтому Вообще Для всех Газов У вас ЦВ Равно ЦВ Идеального Газа Все Вот эти Факторы Они Сюда Не входят То есть Даже Для Молекул С Внутренними Степенями Свободы Если Вы Их Описываете Вот этим Уравнением Вандервальса То у вас Теплоемкость Все равно Остается Такая же Как Была У Идеального Газа Невзаимодействующего Так Хорошо Теперь Дальше Что у нас Имеет Место Значит Смотрите Ну Теперь Если у вас Есть Зависимость От Объема То мы Можем Воспользоваться Вот этими Эффектами И Попробовать Охладить Газ Пользуясь Тем Что у нас Появилась Зависимость От Объема Поэтому Давайте Посмотрим Как Можно Охладить Газ Процессы Охлаждения Газа Ну Простейший Процесс Скоро Есть Зависимость От Объема То Даже Энергия От Объема То Даже Просто Если Газ Расширяется В Пустоту То В этом Случа У него Температура Должна Вроде Бы Меняться Поскольку У вас Полная Энергия Сохраняется Объем Растет Значит Расширение Газа В Пустоту Это То Что Называется Процесс Гей-Люссака В русском Произношении И Правописании Процесс Гей-Люссака Это Процесс Когда у вас Газ Свободно Расширяется Скажем Вот у вас Был один сосуд Здесь у вас Значит Стоял кран И сюда Другой сосуд Мы открыли Вот эту перемычку Убрали И газ Был объем В Стал объем В2 В1 Был объем В1 Стал В2 Вот так Стал В2 Газ Расширился Свободно Коль скоро Он расширяется Свободно То работы Никакой не совершается В пустоту Расширяется Никакой работы Газ не совершает Это означает Что его Энергия Сохраняется То есть Этот процесс У вас Сопровождается Следующим Е От В1 Т1 Равно Е От В2 Т2 Е От В2 Т2 Вот Ну давайте Посмотрим Как у вас Меняется Температура При малом Изменении Объема Для этого Удобно Вычислить Вот такую Термодинамическую Производную ДТ По ДВ При постоянной Энергии Вот она вам Говорит Что вы меняете Объем на ДВ Газа Свободно Насколько Изменится Температура Ну давайте Вычислим Эту Производную Немножко Ее Преобразуем Напишем Что это Есть Д От Т Е Поделить На Д От В Е Так Ну поскольку Энергии Собственными Переменами Являются Объем И энтропия То надо Просто К этим Переменным Перейти Тогда Будет Лучше Видно Поэтому Я запишу Так Это Есть Д От Т Е Поделить На Д От В С И Здесь Умножить Д От В С Поделить На Д От В Е Так Вот Здесь Стоит Производная Единица На Д Е По Д С При Постоянном Объеме Но Опять же Если Вы Помните Что У Нас Д Е Равняется Т Д С Минус П Д В То При Постоянном Объеме У вас Д Е По Д С Температура Поэтому Эта Величина Равна Единица На Т Обратная ДС По ДЕ Здесь Стоит Ну и Тут Стоит Давайте Просто Распишем Что Здесь Стоит Следующее Я Поставлю Скобку Значит Тут Стоит ДТ По ДВ При Постоянной Энтропии С Умножить На ДЕ По ДС ДЕ По ДС С Снова Температура Так И Минус Производные Другие ДТ По ДС При Постоянном Объеме Умножить На ДЕ По ДВ Которое Есть Минус Давление Просто В своей Поэтому Здесь Стоит Будет Плюс Давление Плюс П Плюс П Значит Вот Такая Получилась Величина Так Теперь Если Мы Вот Это Т Внесем Сюда То Тут У вас Стоит Просто Единица На ЦВ Потому Что ДС По Т ДС По ДТ При Постоянном Объеме Это есть ЦВ Поэтому Мы Напишем Что Это Следующая Величина Это Есть Скобка ДТ По ДВ При Постоянной С Плюс П П Поделить На ЦВ Плюс П Поделить На ЦВ Ну А Теперь Вот Это Производное Поскольку Здесь Входит Энтропия Надо Бы От Нее Избавиться И Вместо Энтропии Какую-то Другую Переменную Ввести Ну Естественно Переменная У нас Является У нас Является Давайте Просто От Этой Величины Избавимся От Энтропии Вот Воспользовавшись Вот Такой Цепочкой ДТ С По ДВ С Запишем Что Это Есть ДТС Мы Заменяем На ПВ Поскольку Это Одно И Тоже А Здесь Стоит Д От В И С Ну И Тогда Смотрим Что Это Такое Это Есть Минус ДП По ДС При Постоянном Объеме В Вот ДП По ДС При Постоянном Объеме Поскольку П Здесь Стоит П И С П Это Есть Минус ДЕ По ДВ То Просто Вот Здесь Стоит Вторая Производная От Энергии По ДЕ И ДС Поэтому Мы Ее Перепишем В Другом Порядке И Тогда Получим Что Эта Величина Равна Просто Если Здесь Значит Минус Минус Уйдет Это Будет Д 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 Это Температура То Тут Стоит Просто Д Д Д Д Д Д Д При Постоянном При Постоянной Энтропии Д Д Д Энтропии А Так У нас Она И Получилась Она У Нас И Была Нет Это Надо В Другую В Другую В Другую Сейчас Я Не В Не В Т Строчку Посмотрел Да, ее не надо раскрывать, потому что это иначе получится то же самое. Значит, смотрите, что надо преобразовать ее так. Значит, тут стоит D, P, V, P, D, V, S. Мы ее расписываем так. Сюда вставляем пару T, V. И переписываем это в таком виде. Это есть D от P, V, D от P, V, P, D от T, V. Да, нам нужно производное. А здесь D от T, V, P, D от V, S. Вот, вот, вот это то, что надо. Потому что, смотрите, вот здесь у вас получилось D, T, P, D, S. Это опять же единица на C, V, T делить на C, V. А тут стоит D, P, P, D, T при постоянном объеме. Ну и поэтому ответ получается такой. Значит, C, V у вас здесь одно есть в знаменателе. И здесь еще одно C, V остается. Ну и поэтому получается, что это равно величина. Значит, я вынесу T делить на C, V. T делить на C, V вынесу. А то, что останется, здесь будет P поделить на T минус D, P, D, T при постоянном объеме V. Вот такая комбинация, вот. Значит, вот это единица T делить на C, V. T делить на C, V, T на C, V я вынес. Поэтому вот здесь появилось T, было P на C, V. Ну и этот коэффициент остался. Ну вот этот дифференциальный коэффициент вам определяет, его знак определяет, как меняется температура при изменении объема. Ну, легко видеть, что если вы подставите уравнение состояния идеального газа, то вы получите ноль. Поскольку D, P, D, T есть просто P на T в идеальном газе. И там ничего, конечно, нет. Но это как раз отвечает тому, что, коли энергия не зависит от объема, то у вас ничего и не меняется при расширении. Вот. Но когда вы пользуетесь уравнением Ван дер Ваальца, то в этом случае у вас, вот здесь вот в P, в этом давлении, у вас вот член первый, конечно, сократится. P делить на T и DP по DT. Они в первом члене сократятся. Но второй член останется. И тогда получится, что у вас эта величина будет равна минус N квадрат N квадрат А поделить на V квадрат и на CV. V квадрат на CV. То есть видно, что у вас коэффициент отрицательный. Это означает, что увеличение объема газа приводит к уменьшению температуры. Иными словами, при расширении газ охлаждается. При расширении газ охлаждается. Если вы учтете взаимодействие. Но я хочу напомнить, что, коль скоро у вас CV пропорционально полному числу частиц, то эффект вот этого процесса, он фактически маленький. Он обратно пропорционален объему. Потому что здесь плотность у вас стоит в квадрате. Это величина порядка единицы. Не зависит от объема. Но фактически N кв константа. А здесь у вас стоит еще число частиц. То есть это единица на N. эффект тем меньше, чем больше у вас число частиц в объеме. Чем больше частиц газа, тем меньше этот эффект. Ну, поэтому эффект этот, естественно, не технически неэффективен. И еще я хотел только... Да, и был предложен другой процесс, где действительно газ должен совершать работу. Здесь газ не совершает работу, поэтому изменение энергии идет только за счет того, что энергия зависит от объема. Ну, а если заставить газ совершать работу, то тогда энергия будет тратиться на совершение работы, и тогда температура газа за счет этого будет меняться. Поэтому давайте вот рассмотрим другой процесс. Я только хотел подчеркнуть, что, вообще говоря, вот мы, видите, считаем термодинамические переменные, которые относятся, вообще говоря, к равновесным процессам только. К равновесным процессам. Вся термодинамика, она имеет дело с равновесными процессами. Этот же процесс, он явно неравновесный. Если газ сюда расширился, то обратно он не соберется. Тем не менее, коль скоро нас не интересует изменение энтропии, а нас только интересует состояние температуры при таком вот объеме температуры, а энтропия нас не интересует, мы можем придать смысл этой производной, заменив вот этот процесс такими бесконечно малыми равновесными шажками. То есть увеличивая объем на какую-то бесконечно малую величину, медленно, так что газ все время остается как бы в равновесии. То есть такой квази-равновесный процесс. Конечно, энтропия в такой ситуации будет отличаться от той, которая здесь. Но нас энтропия не интересует, нас интересует только конечная температура. Поэтому для этой цели такая замена, она вполне годится. И вот этот самый производный как раз выражает то, что у вас процесс, вот есть цепочка вот таких квази-равновесных процессов. Цепочка квази-равновесных состояний. Вот. Значит, теперь давайте другой процесс. Обсудим. Это процесс... Процесс Джоуля Томпсона. Так, давайте мы вот это уравнение оставим. Вот здесь вот. П равняется НТ на В минус НБ Минус Н квадрат А поделить на В квадрат. Так, и рассмотрим вот этот самый процесс Джоуля Томпсона. Ну, который на самом деле он реализуется, конечно, не совсем так, но принцип работы здесь будет проще понять. То есть мы берем сосуд, два сосуда. И эти сосуды, они разделены такой полупроницаемой перегородкой, через которую газ может просачиваться, если на него давить. Ну, и вот здесь стоит, значит, поршень 1. Здесь давление П1, объем был В1. Здесь стоит второй поршень. Давление П2, В2. Ну, и делается следующая операция. Значит, с этой стороны у вас поршень при давлении П1, которое больше П2, у вас газ будет продавливаться через перегородку. А здесь вот этот поршень, он поддерживает давление все время П2, маленькое. То есть он отодвигается, и у вас и объем будет меняться, и давление. Поэтому, значит, вот такой цикл, когда у вас вытеснили вот этот газ весь, вы совершили работу, газ совершил работу П1, В1. Здесь над газом эта работа пошла на то, что здесь тоже работа совершилась на движение поршня. Газ совершил работу. Ну, а поскольку, если это все теплоизолировано, то все это идет из энергии, из разности внутренних энергий. это равно Е2 минус Е1. Е2 минус Е1. Вот такой просто закон сохранения энергии. Я хочу подчеркнуть, что этот процесс тоже неравновесный. Поэтому энтропия здесь тоже будет расти, но коль скоро нас не интересует энтропия, нас интересует конечная температура газа, если здесь была Т1, а тут Т2, конечная температура вот этого газа, вначале они были одинаковые, Т1, а в конце тут температура может измениться, и нас вот интересует насколько температура изменилась. Значит, смотрите, что получается. Значит, если вы эти равенства перенесете, то они записываются в таком виде, что Е1 плюс P1 V1 равняется Е2 плюс P2 V2. Величина Е плюс ПВ это тоже термодинамический потенциал. энтальпия. Мы ее, кажется, мы ее буквой H обозначали, да? Буквой H. Ну вот H1 равняется H2. То есть в таком процессе у вас энергия, конечно, не сохраняется, но зато сохраняется энтальпия. Энтальпия, переменной которой является переменной P и S. П и S. Ну вот тогда в таком процессе, если мы хотим опять же дифференциальную величину найти, то нам надо вычислить производную ДТ по ДП при постоянной энтальпии. как у вас меняется при изменении давления, давление здесь в общем-то уменьшается, потому что здесь было P1 стало P2, ДП в этом смысле у вас отрицательно. Ну и спрашивается чему равна эта производная. Коль скоро ДП отрицательно, то тогда если вот эта величина вся отрицательна, то тогда газ вообще может нагреваться. Тогда ДТ будет положительна. Поэтому чтобы было чтобы было поэтому эта величина должна быть положительна для того, чтобы газ мог охлаждаться. Тогда ДП и ДТ будут иметь одинаковый знак. Ну опять давайте мы его приведем тоже к такому же виду. Это будет Д от Т H по Д в П H опять переходим к собственным переменным. Пишем, что это есть Д от Т H на Д от П S D от P S на D от P H Так ну вот здесь смотрите у вас стоит Д H по DS единица на Д H по DS Д H по DS это температура опять обратная поэтому здесь стоит просто единица на температуру так а здесь мы опять расписываем в первом члене стоит DH по DS это есть температура снова Т а тут стоит ДТ по ДП ДТ по ДП при постоянной энтропии так Т на ДТ по ДП второй член здесь стоит ДН по ДП ДН по ДП это будет объем объем а тут стоит ДТ по ДС при постоянном давлении но эта величина связана с ЦП если вы сюда Т внесете то вы получите что тогда у вас выглядит эта величина так тут стоит ДТ ПДП при постоянной энтропии а тут стоит плюс В поделить на ЦП то есть формула имеет почти тот же такой же вид как в случае предыдущем только здесь другие переменные значит видите вот тут у вас вот такая величина была вот вот особенно вот эта часть но только переменные другие тут ДТ ПД и соответственно ЦВ и давление а здесь наоборот появился объем и ЦП и ЦП ну теперь опять давайте мы сделаем преобразование преобразование и вычислим вот эту величину Д Д Д Т С ПД П С так ну сюда давайте мы вставим вот такие величины значит нам надо ЦП получить поэтому мы сделаем так Д от Т С поделить на Д от П Т на Д от П Т на Д от П С вот замечательно смотрите вот тут снова появилось ДТ ПД С это есть температура поделить на ЦП температура поделить на ЦП а тут стоит минус ДС ПДП при постоянной температуре минус ДС ПДП при постоянной температуре поэтому я напишу что это есть Т поделить на ЦП А здесь у вас стоит, знак минус будет, минус ДС по ДП при постоянной температуре. Ну и опять, поскольку это вторая производная от С есть ДН по ДП... Нет, подождите. Что это у нас такое? А, да, да, вот здесь вот давайте мы заменим сразу на ПВ, тогда будет проще. Во, да, тогда будет действительно здесь стоять ДВ по ДТ при постоянной температуре. Вот, вот такая величина будет стоять. Потому что от энтропии надо избавиться. Вот такая величина. Ну вот, если это сюда подставить, то получится выражение такое. Это будет Т делить на ЦП, а здесь стоит В поделить на Т, минус ДВ по ДТ при постоянном давлении, да? При постоянном давлении, конечно. При постоянном давлении. Так, ну и теперь надо сделать перерыв. Значит, вот поправьте в ваших записях. Вот тут надо поставить минус. Потому как здесь, видите, это же не диагональные производные. Они идут со знаком минус. Я его не поставил. Вот, а вот здесь вот стоит знак плюс, потому что здесь все диагонально. Здесь стоит знак плюс. Поэтому формула окончательно будет иметь вот такой вид. Так, ну вот теперь удобно ее для... Чтобы понять, какой знак у этой величины. Давайте мы ее немножко перепишем. Значит, это я уже сотру. А перепишем мы ее вот в таком виде. Давайте, чтобы не сбиваться, давайте я возьму вот ее отсюда. Значит, вот это самое ДВ по ДТ при постоянном П. Это есть Д от ВП поделить на Д от ТП. И это равно Д от ВП поделить на Д от ВТ. На Д от ВТ поделить на Д от ТП. Так. Ну вот, смотрите. Вот здесь стоит ДВ по ДП при постоянной температуре. Эта величина есть сжимаемость. Это известная величина. А здесь стоит просто ДП по ДТ при постоянном объеме. Это тоже величина удобная. Ее удобно дифференцировать из уравнения состояния. Ну и поэтому окончательная формула. Если мы заменим вот эту величину сюда. Вот. И потом... То ее можно свести вот к такому виду. Смотрите. Значит, получится, что вот эта наша величина ДТ по ДП при постоянной энтальпии. Она сводится к тому, что это есть минус ДВ по ДП при постоянной температуре. Эта величина положительна всегда. Это сжимаемость. Единица на ЦП. А здесь стоит вот такая сумма. Т на ДП по ДТ при постоянном объеме. Плюс В на ДП по ДВ при постоянной температуре. Вот этот член, он идет отсюда. Вот. А этот член, он как раз вот... Вот это произведение, оно сводится к ДВ по ДТ. К ДВ по ДТ. Так. А этот член, он, видите, он с этим... Он обратный. Он как раз дает В делить на ЦП вместе. То есть вот этот самый В на ЦП. Которое было. Вот этот самый В делить на ЦП. Так. Ну вот теперь вот этот коэффициент давайте мы перепишем в таком виде. Что ДТ по ДП при постоянном H. Есть минус ДВ по ДП при постоянной температуре. Единица на ЦП умножить на лямбда. Д лямбда – это и есть коэффициент Джоуля Томпсона. И он через уравнение состояния... Вот это самое лямбда. Коэффициент Джоуля Томпсона. И эта величина есть как раз вот это выражение. Равняется Т на ДП по ДТ при постоянном объеме. Плюс В на ДП по ДВ при постоянной температуре. Вот это величина. Ну теперь легко ее вычислить. Если вы подставите вот это самое уравнение состояния, то все интегрируется и дифференцируется прямо. И ответ получается следующий. Это равно... Давайте я его сразу выпишу. Это равно 2А на Н квадрат поделить на В квадрат минус Н квадрат БТ поделить на В минус НБ. Все в квадрате. Сразу обращаю ваше внимание, что этот коэффициент может менять знак. Здесь видите, он знака не определен. Поэтому этот процесс может двоякий. Он может приводить как к охлаждению, так и к нагреванию газа. В том случае, когда лямбда больше нуля, у вас есть охлаждение. Поскольку у вас ДВПДП величина отрицательная всегда, то есть минус ДВПДП всегда положительна, то лямбда больше нуля охлаждения, поэтому уменьшение давления сопровождается уменьшением температуры. А лямбда меньше нуля? Нагревание газа. Нагревание газа. Ну, соответственно, лямбда равно нулю. Носит название точка инверсии. Точка инверсии. Ну, и давайте посмотрим, чему эта точка инверсии отвечает. Значит, если вы подставите уравнение, давайте я перейду на ту доску, чтобы это осталось. то уравнение для точки инверсии принимает вид такой. Значит, Н квадрат сократится, и уравнение остаётся такое, что 2А поделить на В квадрат равно В на ТИ, точка инверсии поделить, на В минус НВ в квадрате. Ну, или можно записать его в таком виде, что В минус НВ поделить на В равно корню квадратному из ВТИ поделить на 2А. Давайте обозначим эту величину через Х и подставим это соотношение в уравнение в уравнение Вандер Вальса, чтобы посмотреть, как эта температура инверсии связана с давлением. С давлением. Ну, значит, коль скоро отсюда вы получаете, что В равно НВ поделить на единицы минус Х, соответственно, В минус НВ равно НВ поделить на единицы минус Х. Значит, если вы все это подставляете в уравнение Вандер Вальса, объем вот это исключаете, вы получаете соотношение между давлением В и вот этим коэффициентом Х уравнения. И это уравнение, оно имеет вот такой вид. Х квадрат, если вы приведете все члены, соберете, Х квадрат минус 4 третьих Х плюс 1 треть на единица плюс давление П на В квадрат поделить на А квадрат. Нет, на А, в первой степени. На А. И это равно нулю. Это равно нулю. Уравнение квадратное. решение его, соответственно, выглядит так, что что Х равно 2 третьих единица плюс-минус 1 вторая корень квадратный единица минус 3П В квадрат поделить на А. Ну вот откуда видно, что поскольку Х это температура инверсии, Х квадрат это температура инверсии, получается, что у вас есть критическое давление, ниже которого у вас две точки инверсии, верхняя и нижняя, а выше, если давление, но когда корень обращается в нуль, у вас эти две точки сливаются в одну. А дальше точек инверсии нет. Точек инверсии нет. Ну вот, если нарисовать, как у вас температура инверсии, которая есть в квадрат, Х, зависит от давления, то получится следующая картинка. Следующая картинка. Значит, если у вас здесь температура, а здесь П, то вот все точки инверсии лежат на какой-то вот такой куполообразной кривой. Вот. Ну и дальше легко исследовать это уравнение, вот эти выражения, и увидеть, что лямбда больше нуля, оно как раз вот в этой области. Вот в этой области. Между двумя точками инверсии. А вот здесь у вас везде лямбда будет меньше нуля, и там везде газ будет нагреваться вне этой кривой. Вот здесь лямбда больше нуля, здесь лямбда меньше нуля. Ну, поэтому, естественно, обычно для газов при комнатных температуре, вот эта высокая точка инверсии, она отвечает очень высоким температурам. Очень высоким температурам. При комнатных температурах вы находитесь вблизи вот этой точки инверсии при нормальных давлениях. Ну и дальше вы можете, начиная с какой-то точки здесь, продавливая газ, получать охлаждение газа. Получать охлаждение газа. Ну, исключение составляет два газа, это водород и гелий. У водорода и гелия у вас при нормальных комнатных температурах вы находитесь вне вот этих точек. Вот в этой области. Ну, вот в этой области. Для них температуры являются высокими. Ну, поэтому, чтобы можно было их охлаждать как-то, то поступают следующим образом. Для водорода сначала его приводят в контакт с жидким воздухом. И тогда, значит, охлаждают просто вот такой грубой силой за счет контакта с холодным телом. Ну, и после того, как он зайдет вот в эту область, тогда уже можно его механически охлаждать дальше. Ну, и гелий. Ситуация с гелем еще сложнее. Там нужно жидкий водород использовать уже для того, чтобы охладить гелий. Так, чтобы можно было потом с ним работать. Ну, вот, такие у нас интересные бывают эффекты в термодинамике газа Вандервальса. Значит, я только хотел еще заметить, что, конечно, вот такое написание, это один из способов написания уравнения состояния для неидеальных газов. В принципе, можно и по-другому действовать. Поэтому, вообще говоря, вот уравнение состояния существует не одно для неидеальных газов. То есть, самое простое это уравнение Вандервальса. Кроме уравнения Вандервальса существуют другие уравнения. В частности, например, если они да, все эти уравнения они все учитывают вот этот фактор отталкивания. Фактор отталкивания. Но где они у нас? записаны. Так. Нет. Куда-то исчезла закладка в нужном месте. Придется искать. Ага. Должно быть далеко вот здесь. О, вот она. да вот нашлась закладка значит первое называть первое уравнение дитеричи она почти такое же как ван дер вальс во всяком случае вот этот член он одинаковый отличается только тем как входит у вас поправка на притяжение здесь стоит нт а тут стоит е в степени минус а n поделить на tv е в степени минус а н поделить на т в ну вот если экспоненту разложить то в первом порядке у вас они совпадут если еще и пренебречь вот этим членом то в первом порядке они почти совпадают это одна модификация вторая модификация сложнее это значит первое уравнение второе уравнение того же самого дитеричи так здесь немножко по-другому входит вот этот самый фактор p плюс n в степени 5 третьих а поделить на в степени 5 третьих то есть видите поправка совсем другая зависимость от объема ну а дальше стоит в минус нт нб равняется нт ну и еще одно уравнение я напишу это уравнение вертло она выглядит так п плюс н квадрат а на в квадрат т умножить на в минус нб равняется нт но зверьте они отличаются только вот тем как у вас учитывается притяжение ну и фактически эти уравнения они лучше описывают поведение плотных газов если ван дер вальса уравнения хорошо описывает поведение разреженных газов то уравнение вот эти они более приспособлены к плотным газом потому что видите тут зависимость от плотности уже нелинейная нелинейная зависимость от плотности существенно и поэтому это в каком-то смысле оказывается лучше приспособлено для плотных газов так ну вот теперь давайте перейдем еще к следующему шагу исследования уравнения ван дер вальса и нарисуем изотермы мы еще не все не всю термодинамику исследовали так значит нам надо нарисовать изотермогаза ван дер вальса давайте я вот здесь вот буду рисовать в а здесь будет п изотермогаза ван дер вальса значит смотрите здесь вы входит в высоких степенях поэтому если вы напишите напишите уравнение в как функцию п то в этом случае у вас будет уравнение высокого порядка высокого порядка так вот они мне в разных местах эти две величины поэтому я никак вот здесь так вот такое уравнение получается значит смотрите если вы найдете вы как функцию п эту для вы получаете уравнение в в кубе минус нб плюс нт поделить на п умножить на в квадрат плюс в н квадрат а поделить на п минус н в кубе в а поделить на п равняется нулю значит относительно в уравнение кубическое как видите но это означает что у вас действительных корней у него либо три либо один либо три либо один ну и тогда если вы зафиксируете давление то у вас для решения будет либо три точки вот здесь которые будут корни либо вообще только одна но поэтому нарисовать изоттерму можно следующим да теперь я хочу обратить ваше внимание что когда температура стремится к бесконечности температура высокие то тогда очевидно вот этим членом можно пренебречь и тогда у вас корень будет один при высоких температурах ну или при больших где у вас где у вас большой объем когда у вас большой объем тогда вот этим членом можно пренебречь при низких температурах у вас вот снова будет один корень а в промежуточной области промежуточных температурах у вас могут быть два корня ну поэтому вот если нарисовать вот эту изотерму то она будет иметь вот такой вид ну понятно что при малых в когда в подходит к нб то у вас по стремится к бесконечности вот у вас вот здесь вот тут стоит нб тут она обращается в бесконечность дальше она идет вот так ну а дальше чтобы получить три корня вам нужно нарисовать что-то вот такого типа при больших в у вас она ведет себя как вот это можно пренебречь этим пренебречь просто как идеальный газ поэтому получается вот такая кривая вот в этой области у вас три точки пересечения поэтому видите у вас есть получается что у вас ваш газ может существовать в разных фазах которые отвечают вот разным вот этим объемом при заданном давлении ну вот эта часть очевидно это это газ потому что он ведет себя при больших в как идеальный газ так теперь в этой части в этой части у вас объем маленький давление большие поэтому эта часть отвечает жидкости поскольку мы знаем что газ сжижается у вас есть жидкая фаза и есть есть газовая фаза поэтому видно что вот это уравнение у вас описывает сосуществование фаз скажем что вот здесь у вас только жидкость может быть газ весь в жидкости а вот здесь у вас может быть жидкость и газ теперь я хочу обратить ваше внимание что вот в этой области у вас ДППДВ положительно это означает что сжимаемость газа отрицательна значит сжимаемость КПТ равная минус единица на В ДВПДП если ДВПДП вот здесь она положительно в этой области то тогда КПТ отрицательна но как мы уже выясняли это означает что у вас система термодинамически не стабильна она не существует то есть существовать стабильного состояния здесь не может быть стабильного состояния здесь не может быть то есть вот на этом участке у вас ничего нет ну а тогда что ну тогда получается что равновесие он наступает в каком-то момент когда у вас есть какая-то часть в газе какая-то часть жидкости то есть получается существование газа Скажем, если речь идёт о воде, то жидкая вода и пар над водой. Если пар находится в равновесии с жидкостью, то говорят, что пар насыщенный, если он в равновесии. Ну, насыщенный пар всегда получается в закрытом сосуде. Если сосуд закрыть, то в конце концов там равновесие между паром и жидкостью устанавливается. Сколько молекул влетает в воду пара, столько и вылетает. Получается равновесие. Та пар насыщенный. Теперь, значит, вот у вас есть точка, вот такие точки. Вот пусть будет вот эта точка обозначим А. Так, вот эту точку Б, вот эту точку С, вот эту точку Д. Теперь, почему я нарисовал здесь прямую? Ну, потому что, как мы выясняли, что если система находится в равновесии, то давление по всей системе должно быть одинаково. Это означает, что давление вот здесь должно совпадать с давлением вот здесь, в этой фазе. Ну, то есть, вот это давление должно быть константа. Должно быть константа. Теперь, если вы находитесь здесь, то тогда все частицы находятся в жидкости. Если вы находитесь здесь, то у вас все частицы находятся в газовой фазе. Спрашивается, где надо вот эту самую величину проводить? Вот эту величину проводить. При каком давлении? Для данной изотермы. Ну, для этого мы просто давайте сосчитаем вот такой интеграл. Сосчитаем интеграл от точки А до точки Д. ПДВ. Интеграл ПДВ. Так, коль скоро речь идет о изотерме, температуре константа, то в этом случае у вас П есть минус ДФ по ДВ. Минус ДФ по ДВ. Ну, и тогда мы этот интеграл просто берем. Мы видим, что этот интеграл равен свободной энергии в точке А, минус свободной энергии, давайте я буду писать не в скобках, а вот здесь вот внизу, что Ф в точке А, минус свободной энергии Ф в точке Д. Значит, за счет этого минуса у вас поменялись местами они. ФА минус ФД. А с другой стороны у вас, коль скоро П это константа, мы можем это просто записать, что это есть П умножить на... Давайте эту величину обозначим через В1, а вот это объем В2. П умножить на В2 минус В1. Ну, откуда видно, что вот это условие означает, с одной стороны, что у вас площадь под вот этой кривой должна совпадать с площадью вот этого прямоугольника. Ну, или, если, значит, смотреть на рисунок, то тогда вот тут площадь меньше, тут площадь больше. Вот эти вот, вот эти площади, вот эти площади две должны быть равны. Вот это то, что называется правило Максвелла. То есть вот эту равновесную прямую постоянное давление надо проводить так, чтобы вот эти участки имели равную площадь. это правило Максвелла. Так, теперь, а что это означает еще? Вот из этого равенства еще что можно сказать. Значит, если вы перенесете вот это сюда, а вот это сюда, то вы получите, что FA плюс P на V1 равно FD плюс P на V2. F плюс PV – это термодинамический потенциал гипса. Поэтому получается, что у вас термодинамический потенциал гипса G в точке А равен термодинамическому потенциалу гипса в точке D. С другой стороны, мы знаем, что термодинамический потенциал связан с химическим потенциалом простым соотношением, что G равно мю умножить на N. В этом случае тогда эти уравнения можно написать так, что вот тут потенциал химический будет мю А умножить на N, где N – это все частицы, потому что здесь, в этой точке, все частицы в жидкости и нет ни одной частицы в газе. Это равно мю D умножить на то же самое N, потому что в этой точке у вас жидкости нет, у вас один газ. Но N сокращается, и мы получаем условие равновесия, которое для мю жидкости равно мю газа. Мю жидкости равно мю газа. То есть, это самое правило Максвелла ничто иное, как условие равенства химических потенциалов. равенства химических потенциалов. Так, равенства химических потенциалов. Так, теперь еще, смотрите, что произойдет, если мы будем рисовать эти кривые с другими температурами. ну, мы уже говорили, что если температура очень высокая, то у вас остается одна только точка. То есть, вот этой картинки нет при высоких температурах. Потому что при высоких температурах, пренебрегаем вот этим членом, все, у вас всегда одна точка пересечения. Ну, это означает, что при высоких температурах у вас так, давайте я сотру теперь вот эту равновесию картинку я сотру, что при высоких температурах у вас кривая будет просто идти как-то вот так. как-то вот так будет идти. У вас одна точка. Но это означает, что при повышении температуры у вас эволюция этой кривой будет идти следующим образом. У вас вот это так. Вот это будет как-то вот так вот. Затем, то есть, она будет ниже уже вот этот максимум. он будет, она будет идти выше. Значит, дальше она будет идти еще как-то по-другому. То есть, получается, что вот эти, вот эти, вот это расстояние между минимумом и максимумом будет уменьшаться. И в какой-то точке у вас эти минимум и этот максимум сольются. И граничная изотерма будет иметь вид какой-то, значит, вот такой. что вот есть маленький участок, в котором она горизонтальна, но минимум и максимум исчез. То есть, фактически, здесь появилась точка перегиба на кривой. Точка перегиба. Ну, и понятно, что в этой точке уже разницы, вы уже не можете провести, разницы между газом и жидкостью исчезает. разница между газом и жидкостью исчезает. И при более высоких температурах у вас остается одна газовая фаза. Жидкости вообще нет. Так вот, смотрите, вот, если вы нарисуете все минимумы и максимумы всех изотерм, то вы получите вот такую вот кривую. Кривая, которая будет выглядеть как-то вот так вот. Как-то вот так. Видите, здесь она растет, а здесь она, здесь она, ну, здесь она, наверное, тоже растет. Здесь она тоже растет, она, в общем, выглядит вот таким образом. Ну, и это означает, что вот внутри этой кривой устойчивых состояний термодинамически нет, потому что это как раз вот граница вот этой области. Вот этой области. Вот мы их соединяем вместе и получаем вот такую кривую. Вот эта граница абсолютной устойчивости, вот эта кривая на ПВ-диаграмме, которая соединяет различные точки неустойчивости, начала неустойчивости, носит название кривая, носит название спинодаль. Так. А теперь, если здесь вот плохо стирается, теперь, если вы будете соединять вот эти точки А и Д для каждой изотермы, то вот эти точки тоже образуют такую колоколообразную кривую, которая у вас идет по-другому, но вот в этой критической точке они совпадают. вот эта кривая, где у вас может существовать равновесие между газом и жидкостью, вот эти точки все при разных температурах, они тоже вот такую колоколообразную кривую образуют. И эта кривая носит название, значит, если вот это вот было спинодаль, то вот эта кривая это бинодаль. бинодаль. Вот. Это кривая, которая соединяет равновесные точки, равновесные точки, когда газ и жидкость находятся в равновесии. Пары водяной, пары вода. Так, а здесь область неустойчивости. Теперь, вот вся вот эта область между этими кривами, между вот этими двумя кривыми, это область, в которой могут существовать метастабильное состояние. Вот здесь вот. Метастабильное состояние. Ну, метастабильное состояние, что это такое? Ну, либо это переохлажденный пар, либо это перегретая жидкость. Перегретая жидкость. Вот. Ну, и на этом принципе у вас, если жидкость очень чистая, и пар тоже чистый, нет никаких центров образования другой фазы, то некоторое время они могут существовать, пока наконец там не произойдет луктуация, они образуются либо пузырек газа в перегретой жидкости, либо капелька жидкости в переохлажденном паре. После чего у вас, значит, это метастабильное состояние, рушится, и у вас все приходит в равновесие. То есть, все сдвигается уже вот на эту кривую. Но в принципе здесь можно существовать. и вы знаете, что на этом принципе работали детекторы частиц долгое время. Это камера Вильсона, которая регистрировала заряженные частицы по капелькам жидкости, которые образовывались в переохлажденном паре. Поскольку при прохождении заряженных частиц атомы ионизуются, и эти ионизованные атомы служат центром конденсации. Начинается конденсация, здесь образуются как раз капельки. Ну и точно так же в перегретой жидкости у вас центры парообразования возникают, когда у вас частица ионизует на своем при прохождении при прохождении ионизует вот этот самый перегретую жидкость. Так, теперь что еще? Да, теперь смотрите, значит, ну, я думаю, что на этом мы, наверное, можем закончить сегодня. Значит, еще вот это вот уравнение мю а равно мю жидкости равно мю газа, оно вам определяет кривую п от т, п от т это кривая существования вот этих самых равновесия, кривая равновесия, жидкость, то, что называется. Ну, и вот уравнение для этой кривой равновесия мы в следующий раз напишем. Да, я еще хотел одно замечание сделать. Смотрите, значит, вот это соотношение между вот этими V1 и V2 для пара и для жидкости, для газа и для жидкости, вот эти два объема, они несоизмеримы практически. Скажем, объем V2, ну, если говорить, скажем, о том, что удельный объем на частицу, вот удельный объем V с волной газа, который есть V поделить на N, он много больше, чем V с волной жидкости. И это много больше, это так, порядка 3-4. 3-4 порядка обычно. Поэтому вот этим обстоятельством мы будем дальше пользоваться. То есть, на самом деле, картинка, конечно, вот эта, она очень условная, потому что разница между этими должна быть в 100 раз больше, чем эта величина, или в 1000 раз больше. Поэтому картина несколько условная. Ну, на этом давайте мы закончим сегодня. сегодня сегодня